Друзья, привет! Меня зовут Николай Масловский, YouTube-канал Беларусь Завеменно. Я вот только что отсидел 15 суток и на ЦИПе, это центр изоляции правонарушителей НОВС, изолятор временного содержания, вышел сегодня на свободу буквально 10 минут назад. Итак, последнее, скажем так, новости из-за стенок политической инквизиции. А мне вчера попал в камеру, в хату, как говорят сидельцы, сокамерник Статкевича. Николая Статкевича перевели вчера из ЦИПа в ИВС. У Николая дух бодрый, против него уголовное дело, адвоката пускали. По Северинцу, это информация от Димы Козлова, серого кота, Павел Северинец, по его информации, находится в ИВС. С Димой Козловым мы пересеклись, когда я находился в карцере или ШИЗО. Штрафной изолятор 5 суток было у меня и у Димы. Мы во вторник с ним, скажем так, заехали я в 7-е ШИЗО, он в 8-е ШИЗО. И где-то там только в пятницу, когда Дима начал кричать в вентиляцию, что серый кот, я понял, что наши рядом. По содержанию, когда я находился в ЦИПе, администрация четко давала понять, что я политический. Давление шло двумя путями. Первое. Настраивали сокамерников, что они из-за меня подвергаются лишениями. То есть, их не водят на работу, там на мусорке собирать бутылки. И вы знаете, если собирают бутылки, то идет зачет 13.50 проживания, скажем так, питания. А в ЦИПе не водили на прогулку. То есть, я когда находился в ЦИПе, меня неделю не упускали и ребят тоже, которые со мной сидели на прогулку. То есть, какие-то сигареты курящим тоже не давали. Были такие ситуации, когда нам заселяли пятого человека в четырехместную камеру, давали четыре матраса, а потом и вовсе давали два матраса. То есть, две ночи я практически спал без матраса. В ЦИПе кровать, чтобы вы представляли, это наваренные такие металлические полосы, дырки по 30 на 20 сантиметров. То есть, если ты спишь на таких, скажем, кроватях, то к утру ты еле собираешь свой организм. То есть, ребра болят, печень, почки, спина. Вот, двое таких суток. После... А, ну и ночью кто-то из охранников стучал по пять-четыре раза, молотил в дверь, будил всю камеру и кричал там, «Масловский, как твое здоровье? Масловский, как дела? Масловский, привет!» Ну и подбухторивал, скажем так, подбивал сокамерника, чтобы он меня ночью скинул со шконки, с кровати и занял мое место. То есть, подбивал на вот такие нехорошие вещи, чтобы ночью мы там дрались с ним за эту шконку. Потому что он думал, что у меня матрас. Но я спал без матраса на этой металлической штуке. Мой сокамерник спал за столиком, потому что матрасов тоже не было. После ЦИПа меня сразу переводят в ВВС, меня пускают в третью камеру. Там большая просторная камера, две шконки двухъярусных, четыре человека должно быть, я один. Я там быстренько все помыл, прибрался. Думаю, хорошая камера по сравнению с ЦИПом. Место есть, сейчас вот людей адекватных заселят. Буквально 30 минут я нахожусь в этой камере, и меня на пять суток отправляют в ШИЗО, штрафной изолятор или карцер. А карцер, что такое-то, 2,5 на 3, ну 4 на 2,5 метра, дырка в полу а-ля сортир. В трех метрах висит на стене видеокамера, то есть никаких загородок нет. А в унитазе и в умывальнике воды нет. То есть приходилось стучать над смотрщиком, чтобы они давали туалетку, туалетную бумагу и приносили воду. По-моему, в четверг или в среду была какая-то проблема с водой. Принесли воду, которая пахла мяком, я от нее отказывался пить. В четверг уже где-то в день привезли нормальную воду. В ШИЗО тоже не давали никаких матрасов. То есть спали на голых досках, обитых металлом. То есть, грубо говоря, с 15 суток, где-то суток 6 я проспал на матрасе. Остальных 9 суток я матраса, как говорят, заключенные в ваты и подушки я не видел. То есть, вот такие выживания. По кормежке кормят хорошо, но насколько могут хорошо кормить в тюрьме передачи не принимали. То есть, люди, которые курящие, у них с этим большие проблемы были, потому что на улице сигарет никто не давал. Ну и повторяюсь постоянно, подчеркиваю со статус, что это политически. Чтобы в людях, в сокамерниках разжигать, скажем так, нехорошее чувство, что они вот из-за политических терпят какие-то лишения. Но, на удивление, все нормально, адекватно воспринимают ситуацию. Все понимают, что мы оказались в этих застенках не потому, что конкретно про меня, что я там что-то такое нехорошее сделал. У меня просто было два прямых эфира на YouTube, где показывают, что люди приходят, оставляют подпись. Я взял интервью и у Максима Винярского, и у Димы Серого Кота, мы с ним поговорили. Вот, ОМОНовцы все как один твердили, что там был митинг, и за этот митинг я типа страдаю. Что еще хотел добавить? Мысль в голове крутилась. Был у меня суд в прошлую пятницу, меня не водили, в суд не возили, меня вызвали на второй этаж ЦИПа, загнали в такую метр на метр металлическую клетку со стулом, в двух метрах поставили ноутбук, и по этому ноутбуку судья мне дал еще 15 суток. На мои вопросы о том, что могу ли я ознакомиться с делом, почитать, что же там на меня доблестные сотрудники ОМОН, которые проживают на улице Героев, в очередной раз состряпали, были озвучены абсолютно слово в слово предложения из моего первого протокола. То есть они фантазию не включают, то есть идет все по шаблону. Ну, у меня пока вот такие новости. Дима, я с ним перекрекивался, быстро прибежал надзиратель, сказал, что это запрещено. Дима, голос был уставший, но бодрячком, насколько можно оставаться бодрячком в ШИЗО. То есть это карцер, повторюсь, друзья мои, это 2 на 4, дырка в полу, кровать пристегивается к стенке, как в этих отрезвителях, не знаю там. Она в 6 подымается, в 10 часов опускается. Все это время ты находишься на ногах, находишься возле стула, который стоит посредине этой камеры. Там, наверное, 25 на 25, обитый металлом, то есть ноги постоянно затекают. Ну и самое большое испытание, это все-таки спать в ЦИПе без матраса на металлических кроватях и в ВВС в ШИЗО тоже без матрасов. Я скажу, что где-то час-два с утра мне приходилось разминать конечности, потому что я говорил, что и ноги, и спина, ну превращаешься в такой рабочий конструктор. Все, друзья, с вами был Николай Масловский. Спасибо, друзья, что смотрите этот стрим, передаю всем привет. Что еще хочу добавить на мои просьбы к начальнику ЦИПа, к начальнику ВВС о том, что я хочу с ними встретиться, поговорить, на то, чтобы вызвали ко мне правозащитника. Я хочу ему рассказать, что творится беспредел, что нет ни ваты этих матрасов, что в ШИЗО ни за что попадаешь. А в ЦИПе, например, охранники вообще не общаются. Ты задаешь вопрос, они молчат. В ВВС ребята нормально отвечают на вопросы, которые час, быстро приносят воду. Еще самое прикольное, что я заехал, скажем так, в ЦИП ВВС со всем необходимым стревожным чемоданчиком. У меня была зубная щетка с зубной пастой, мыло, сменное белье. Ничего никто это не дал, это все забрали. То есть, понимаете, не полотенец, а приходилось на этой параши, грубо говоря, набирать эту холодную воду, на ЦИПе горячей не было. Пацаны подавали банки, исполняя песню Витуса, я на высоких тонах как-то там мылся, стирали белье, сушились. То есть, ну, где-то Беларусь называется в 21 веке IT страной, но я думаю, что мы все-таки остались в каких-то веках древней противной инквизиции, когда вот за какие-то мысли, за убеждения, за то, что ты показываешь, что люди без всяких каруселей приходят оставлять подписи на комаровку, и берешь интервью и с кандидатами в президенты, и с людьми, которые говорят, мы далеки от политики, мы просто пришли, потому что мы устали. Мы хотим оставить подпись, дать возможность, чтобы запустить эпоху перемен. Ну вот, друзья, вот такие у меня новости, в голове немножко хаос, потому что скажу, что, находясь в ШИЗО, я освоил искусство лепки фигурок для нарт, кубиков, то есть, такие вот арестантские премудрости. Вот, я начал отжиматься, я начал ходить по времени, то есть, я сейчас, как эксперт-экстрасенс, могу точно определить, что прошло 15 минут. Это все заслуга штрафного изолятора. Еще информация, когда мы с Димой начали переговариваться, а на завтра утром его взяли, ШИЗО перевели неизвестно куда, может, вернули на ЦИП. То есть, они поняли, что даже за стеной сидится легче, когда есть единомышленник. То есть, Димку Козлова куда-то перевели. Пашу Павла я не видел информации по Диме, что он находится в УВС, ну, по Николаю Статкевичу тоже рассказал. Все, друзья, суды проходят, сами знаете как, но оказалось, что вот люди, которые реально совершают там либо по пьянке, либо что-то, какие-то административные нарушения, они находятся в лучшей ситуации, чем политически. Пытаются, что на лобби. На лобби, это у меня, друзья, выросла такая вот типа родинка, не родинка, надо ее все-таки съездить к хирургу, вот, и удалить ее с лица. Ну, и скажу, что проживание идет 13 рублей 50 копеек в день. То есть, я вот сейчас выходил, 190 или 189 рублей подписал акт за кормежку. Бить не били, но я скажу, что ночь, повторюсь, на металлической кровати, либо ночь без матраса, без ваты, это оно, это реально, как ты не можешь уснуть. Причем я с собой еще в суде был в куртке, мне эту куртку оставили. А пацаны вот были со мной в камере, сегодня ночевали, они приехали в шортах и в майке. Я скажу, что где-то с часов 4-3 утра в камере начинается реальный холод. И ты никуда от него не можешь деться, потому что у тебя горит луна, это ночник. Вот, и ты ждешь этих 6 часов, потому что, ну, уже какая-то жизнь начинается. На ИВСе хорошо, что полос горячая вода. А, еще на цепи, когда сидел, луну не включали, хоть она горела. То есть 4, то есть лампы мощные, круглые сутки, лупили свет. Я уже начал там полотенца на глаз какие-то накидывать, прочее, там влага. У меня пошла, как это называется, ячмень, глаз начал пухнуть. Мне его два раза закапали. Ну, короче, вот так вот, все, информацию доложил. А воду вам передали? А воду, которую я с собой привез, мне воду никто не передавал. Вот сейчас передача была сегодня, воду отдали. Но, когда уже ты привыкаешь пить воду из-под крана... Она отравленная была? Ну, это была четверг-пятница отравленная. Потом уже вода нормальная, здесь как бы воду пить можно. То есть, во Фрунинском районе вода хуже. А когда была отравленная, воду охранники приносили, говорили, что пейте на свой страх и риск. Якобы кто-то из врачей сказал, что пить можно. Но завтра они бегали по всем камерам и кричали, ни в коем случае не пейте эту воду. Вот, мы не знали, что происходит, но я от этой воды отказался. Я только пил чай, который был изготовлен из этой вонючей воды, запахом, не знаю, там, и мяка, и чего. То есть, я, ну, там, ну, может, там, сутки какие-то, ну, там, полсуток, ну, сутки, да, без воды вообще был. Пока они начали завозить нормальную воду. У меня была мысль начать голодовку, начать и сухую, и без воды. Но я просто подумал, что так как мне дали еще 15 суток, и хрен его знает, извините за простоту, речь и сок, и останусь. Учитывая, что просыпаюсь и до отбоя, это 16 часов, это чем-то это время загрузить, особенно в ШИЗО. И на пайку, на еду у меня хоть какой-то час уходил какое-то разнообразие. По крайней мере, кто-то открывал кормушку, и мне что-то там просовывал. И я подумал, что это делать не буду, потому что, ну, скажем, на первые сутки попадания в ШИЗО у меня, ну, был приступ агрессии. Ну, я человек спокойный, мне хотелось все это нафиг расфигачить, все эти умывальники и прочее. Но была такая вот минута слабости, потому что меня завели в нормальную камеру. Ну, я уже говорил, в троечку, да, показали, что есть нормальные камеры, потом в ШИЗО. На вопросы, почему, как, за что в ШИЗО никто ничего не отвечает, начальники не общаются. Вот, по оперативным работникам, какие-то заявления, это тоже все бесполезно, что-то просить, кому-то что-то доказывать. То есть ты попадаешь и сидишь. Все. Ну, вы спросите про Статкевича и про стрим, коли у вас будет стрим, люди чекают уже. Я по стриму скажу, что, ну, надо немножко в мысли в голову привести. Я, может, поговорю с кем-то из более серьезных блогеров. Вот, может быть, переговорю и с какими-то представителями средств масс информации, потому что... Но со мной сидели парни, которые там по 8-10 раз залетают в эти СИЗО, в ладарки. То есть люди бывалые, но они там по другим административным статьям. И они говорят, что так как прессуют политических, но такого никогда не было. То есть ни один, вот, скажем, сиделец неполитический, он таким мыторством, издевательством не подвергался. И я, друзья, хочу сказать, что это не пафос, это не какие-то там приукрашательства. 5 суток в СИЗО это реально пытки. Понимаете, когда ты сидишь, на тебя это смотрит маленькая камера, тусклый свет, высоко над потолком окошко, туалет без воды, который начинает пованивать через какое-то время, тебе идут банку литр воды попить, ты и пьешь, и смываешь то, что, ну, понимаете, физиология, ну, и умыться хочется, и носки постирать хочется, и ноги помыть хочется, а у тебя есть там, ну, воду приносили, ну, 2-3 литра воды у меня в день было. Но поймите, вот у меня майка моя почернела, я просил, что у меня в сумке есть сменное белье, мыло. Никто, ничего, это все, говорят, не положено, и нельзя. Хоть ребята с других камер, им было можно. И еще скажу, что, несмотря на то, что, если говорить про ЦИП, в других камерах были свободные места, нас постоянно держали 5 человек. И еще важная информация такая, ну, это в стриме подробнее расскажу, а когда я только попал в ЦИП, ко мне кинули двух сумасшедших, и мы быстро со камерником, адекватным человеком перекинулись, ну, он какая-то у него другая серьезная статья, административка, вот, что надо от них избавляться. Одного мы сразу избавились, потому что неизвестно, что будет ночью, он подходил, меня будил и говорил, Паша, дай мне ключ на 18, я буду открывать дверь. Вот, а второй в это время был с белочкой. Белочка алкогольная, да, он через пару дней отошел от белочки, и он тоже начал вести себя неадекватно, причем проявлять агрессию. И мы тоже решили от него быстро избавиться, потому что неизвестно, чем бы закончилась ночь. Он искал водку, он искал стакан, то есть люди в алкогольном каком-то синдроме, когда они ловят белочку, это реально страшные люди. Вот, то есть мой заход два психа, один адекватный, вот, потом они постоянно меняли людей, они быстро выходили. А потом, ну, самое удивительное, что вчера меня закинули в камеру, четыре людей лежали по алкашке, то есть там стояло такое жуткое амбре, но пахло не французским, а мадам клюко шампанским, там пахло такое, ну, чарликом таким нормальным, вот. Они плакали воду, отказывались есть, ну, все нормальность адекватно вели. Их отправили вот на суд вчера утром или сегодня утром. Немножко надо просто график, потому что в голове вроде отслеживаешь календарь, но дни стираются, понимаете. Стрим бурит, буду рассказывать, друзья, пока вот вся информация. Счастья, дякую. Я не буду мурзать пытаниями, я думаю, что вы зараз почитаете новины, побачите, сколько зараз людей засталось. И самое, извините, продолжу, самое обидное, что вот ребят рассказывают, другие ВС, у них хоть радио включали, да, у них хоть книги можно было читать, если бы я вот книгу не нашел в одной из камер, то мне, хоть я взял с собой книжку, 180 дней за стенках КГБ, Лебедька написал на партиице, я думаю, хоть почитаю, в тюрьме про тюрьму, да, мне ее тоже не... То есть раздобыл книжку, я ее почитал. Все остальное не читать, не слушать, то есть полная изоляция. А ребята, которые полкашки залетали на ИВС, они политикой не интересуются, они не знают, что проходит президентская кампания, то есть они живут в каком-то своем другом мире. То есть каких-то новостей я даже не знаю, кто сейчас кандидат, кто не кандидат, что, как. Ну вот пацаны сегодня заехали, их перевели с одного, который с Николаем сидел, с Таткевичем, второй парень тоже сдернули, их причем ночью перевели. То есть они там сказали, что якобы Бабарико сняли, ну какие-то новости. Ну и на этом все. Курс доллара сказали. Больше новостей никаких не знаю. Так что, друзья, буду читать, смотреть, что я за две недели упустил. Ну и, конечно, вечером постараюсь выйти в стрим. Чекаем вас. Живи Беларусь. Живи. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok